Собственно говоря, про что мы разговариваем? Мы разговариваем о такой явлении, как коммерциализация ролевого движения в самых разных условиях, то есть это начиная от вообще ценовой политики, политики бюджетирования и политики, скажем так, цена удворения. Я украинский, украинский, российский, да, цена образования. Это во-первых. А во-вторых, начиная с этого и заканчивая тем, что происходит в головах у нас с вами, а также у тех эфемерных сотнях людей, сотнях и тысячи, которых здесь нет, но у которых это тоже происходит. То есть, как на это смотрят люди, такое себе коллективное, общественное мнение про любого движения. Собственно говоря, эээ... Сейчас, я закончу тебя, я закончу чуть-чуть. Вы присаживайтесь, что стоите, не стойте, не стойте. С чего это все у нас, ворота? У меня этот сезон случился достаточно неоднозначный, тяжелый, прилично, мое подборнение, почему я это все запускаю. Просто сложился целый ряд кубиков. Их накопилось столько, что их нужно расставить. Это мои какие-то нюансы, что я от этого круглого стала хочу. Собственно, по этим кубикам. Первичное... Первый вопрос, как бы, того, что это все началось. Началось это последние несколько лет. То есть, в ролевое движение достаточно давно, не будем заниматься хронологией, проникают попытки самые разнообразные, каким-то образом, на этом, если дальше не заработать денег, то как минимум сделать так, чтобы это снизить затраты, тем или иным образом улучшить качество и так далее. Каждый действует по-своему, исходя из своих мерок. Все организации, все об этом прекрасно понимают. В последнее время в самом сообществе началась тенденция, она такая виртуальная, о том, что вот, игры дорожают, порой деньги подменяют качество, другие оппоненты говорят, что нет, наоборот, только за деньги нормальное качество не можно достигнуть. Это несколько полярных взглядов. Кто из них прав виноват? В этом, собственно, первый вопрос. То есть, почему растут взносные дру? Они растут последние, по моей информации, по моим наблюдениям, последние года 3-4. Отдельные мастерские группы были перед веками в этом, в Украине. Я не беру Россию. Гости из России могут рассказывать, как это происходит у них, это очень будет интересно. Я, к сожалению, не владел ситуацией в России. В последние 2-4 года есть мастерские группы, которые это начали делать первыми, на свой страх и риск, у них были определенные результаты. Не о том разговоре. Разговор о том, что это пошло волнообразно. Мое личное мнение, я считаю, и вот это первый тезис, что это понравилось на первичном этапе организаторам. Они увидели, что, получая на руки больше суммы денег, они могут лучше подготовиться к игре. Каким-то образом. Начиная от улучшения обытовой части и заканчивая закупкой антуража и прочим-прочим-прочим. То есть, включились мысли о том, что это можно делать более качественно. С другой стороны, игроки достаточно быстро к этому адаптировались. Это опять же мое вознаграждение. То есть, они сказали, да, хорошо. В принципе, взрослые люди начали выходить на первое место. Вот это парадигма, что да, мы все самостоятельные взрослые люди, мы можем себе это позволить. Да, все правильно, за качество мы должны платить. Но, по-моему, достигнут какой-то кризис. То есть, у нас прозвучал текст в этом году неоднократно о том, что деньги подменяют качество. Собственно, вопрос первый об этом. Есть два варианта. Конверсионализация – это когда, в первую очередь, мастера остаются не на нулях, а с какой-то выводили результаты. Если просто растет качество, то это не совсем как конверсионализация. То есть, мы заплатили, мы получили больше благ. То есть, матер же так же остался по нулям. Вот мы их очень сильно обижаем. Просто стрируют, то есть, ах, мастер мог заработать. Как он посмеял. А с другой стороны, вот этот соблазн заработать, вероятно, придирает в мастера людей, которые просто еще трех денег. Поэтому качество... То, что вижу я, дальше буду развивать эту мысль. У меня есть очень комплексное понятие. На самом деле. Я не готов ударяться в понимание, скажем так, условно, старое, когда не важно, в чем ты, не важно, что вокруг, важно, что у тебя в голове. Я считаю это правильностью. Отлично. С другой стороны, я тоже считаю правильностью то, что не важно, что у тебя в голове, важно, что вокруг и в чем-то вокруг. Я считаю, что это последнее. Потому что мы выросли в любом случае. Нам мало просто фантазируя создавать что-то вокруг. Мы хотим визуализацию. Это нормальное и понятное человеческое качество. Мы хотим большое здание. Ну, просто, возьмите, что это два метра. Что? Нет, я не могу. Сделайте это без меня. Ничего. Сделайте это без меня. Пожалуйста, в самом деле не есть. Окей. Все. Полтора в самом деле. То есть, я считаю, что качество здесь комплексное понятие. Сюда входит образ погружения человека, подготовка, человека, немаловажное, то есть, знание того, во что в принципе мы играем. И сюда, да, входит и какая-то материальная подготовка человека. Это может быть. Оскольное. Фен подумал. Да, я хотел бы, значит, по поводу, сказали, что, допустим, улучшает качество, улучшает качество. Мне вот так вот интересно, да, вот я вот, например, допустим, бастер, у меня есть 2000 билей. Я хочу делать игру по какому-то своему миру. И, естественно, я хочу, чтобы как минимум их деньги отбились, потому что я хочу сделать для всех, да, какое-то свое дело, да. Ну и в истории-исторических сущностей, я хочу, чтобы какие-то материальные блага не вернулись, да. Вот я вот вложил там кучу денег в это, я хочу, чтобы хотя бы они вернулись. Я не вижу, во-первых, ничего плохого в том, что мастера должны зарабатывать на этом, потому что мастера не играют в тот мир, который они дают. Они просто его делают, чтобы люди другие играли. Я считаю, что высокойной оплаты мастера... Давай оплату мастера и заработок пока отложим. Мы пока говорим о целеснообразности повышения ради повышения качества. Но с другой стороны, если мастер повышает цену на игру и говорит там 350 рублей, да, с игрока, то пускай, пожалуйста, перед, что он за деньги сделал. Это будет второй вопрос. Сейчас перед, а гарант был. У меня такой момент, когда начали повышаться взносы, изначально, я так понимаю, потому что я не был тогда в мастерстве, я вообще не был в мастерстве, расскажу сейчас, но я это отследил как игру. Это было под экидой, как сказать, тем повышения качества игры. Но, когда попробовали, мастерам понравилось, ну, педагоги оплатили, потому что, ну, надо ездить, и все хотят делать хороших проектов, хороших мастеров. Готовы платить, стали готовы платить. Но потом появилось такое, что получилось, может быть, отбить, может, у кого-то получилось даже что-то, там, были эти зарплаты. И эти зарплаты из того, что стали с какого-то места, вначале полигон, потом там, да, там, какие-то уплака, потом еще что-то, антураж, потом зарплаты. Зарплаты ушли, подвинулись на место первое, второе, третье, но не дальше. То есть сначала обязательно зарплаты, а вот потом все остальное есть, я не говорю, что это везде, я не говорю, что это только у всех, но это есть. Потому что у многих мастеров, по-моему, из КНС, очень часто говорят, да, да, получат зарплату, и я считаю это, ну, то есть я не говорю, что это плохо, но я говорю, что это произошло. Зарплаты передвинулись с какого-то места, как бонус, они стали обязательной частью у нас. Вот. И игроки отреагировали на это. Это тенденция? А? Это тенденция? Это единичный случай. Это не единичный случай. Это тенденция. И игроки, отреагировав на это, я не говорю, что это плохо, я считаю, я повторяю, я как-то тоже на это отреагировал и сказал, хорошо, но и требования к этой идее у многих тоже повышать. Тенденция. Услови, что мы сномали? Я. Ты. А, да, Ваня. По поводу того, что, возвращаясь к следующему вопросу, падение качества с повышением стоимости. Сначала могло повыситься качество за счет того, что мастера имели уже готовое представление о том, на что им нужны дополнительные деньги, смогли это сразу за небольшое количество дополнительных средств обеспечить, как, допустим, подвоз воды на полигон, подвоз горпуля, ну и так далее. После этого, с дополнительным повышением поступления денег, не все мастера смогли грамотно ими распорядиться. Возможно, поэтому некоторые игроки считают, что качество игры возрастает непропорционально возрастанию стоимости. Я провел месяца два назад небольшой эксперимент, ну так для себя, не называя имен и названий мастерских групп. Я тогда планировал еще делать, если будет большой шуток, а потом я ее снял по другим причинам, на самом деле, но в режиме подготовки я общался с несколько мастерами, действующими мастерами в Украине. Я сказал, что я хочу сделать на игру вносы по 50 гривен. Для справки, кто знает, кто не знает, сейчас в Украине в среднем около 200 гривен. 150 гривен. 150. За 2,90 тысячи. Сделаем вектор такой, великий, сказал, окей, ну 50 гривен с человека, а то и меньше. Причем, ну я в разговоре это каким-то образом попытался обосновать. То есть, что мне этих денег на самом деле потенциально хватает. Вот так, вот так, вот так. И я услышал от троих из пяти человек, один поддержал, один отлично равнодушно, и еще трое меня начали отговаривать. Эти люди не собирались на меня. Эти люди, я с ними не работаю в мастерской группе. Они меня начали очень четко отговаривать. То есть, причем только один честно сказал, почему он это делает. Что, не прицелили играть в этом? Нет, не поэтому. Потому что я нарушаю тенденцию. Ну, ну, что ли вы там? Вопрос игры не стоял, как таковой. Стоял вопрос развития коммерческих отношений в нашем разговоре с этими людьми. И человек единственный, двое это мне дали понять завуалированно, один сказал прямо, я не хочу, мне после этого будет некомфортно делать игры за втрое-четверо-больший взнос. Не важно, что это другие игры, он на другие дела пытается этот взнос пустить. Но он мне сказал очень четко, что я разрушу тем самым зарождающуюся тенденцию. А тенденция в этом году, игр, я не помню, дешевле 100 гривен, по-моему, у тебя, по-моему, самые низкие взносы были. 100, да, или 102. 100-150. Это был, а у вас, да, еще был. Тренд прозвучал. Айсман. Просто дополнить, дополнить к набросу сверху лишнего. Да, это был вот, это был вброс. На закончившийся месяц назад в нашей городской игре взнос составлял 0 гривен. Это возможно. Да, 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 абсолютно точно, я это отметил, я просто учитывал полигонки. Все правильно. И вы показали, что это можно реально сделать. Я не скажу, что мне это обошлось. Подравилось, да. И остальной мастерской группы. Ну, для верится, нет взносов, платит мастер. Есть взносы, платит. На городке игры немножко другие расценки. Давайте пока от них обспросим. Ага. Да. Сань, почему ты говоришь? Не знаю. Да, я бы хотел поставить тогда следующий вопрос. Помогло ли быть, так называемая коммерциализация ревого движения, явление перехода от имитации коммерческих отношений к, собственно, нормальным коммерческим отношениям, то есть заключением договора, соблюдением формальности, возможности определения признания, потому что ничего этого нет. И мне кажется, на самом деле вопрос... А, да, да, ты сейчас ошел. И мне кажется, что любой сразу же ответит, что нет, это бы не помогло. Потому что рельвики скорее подражают. Это скорее между собой. Зачем? Это не истинно коммерческое мероприятие. То есть это больное действие. Никто в действительности не относится к этому как к товару, потому что ценности рельвиков вышли из другого. То есть они в течение этой игре коммерческой... Он сказал это в русле абсолютно четких коммерческих размышлений. Франциск следующий. Так, я хочу немножко ответить, вернуться к разговору о взносах и тенденциях. Я два года назад, на прошлый икон, считал рост взносов за последние 10 лет и рост прожиточного уровня. Мы про гречку помним. Про гречку это отойдет. Но суть в том, что взносы растут с крышкообразом. Существует какая-то мастерская группа, обычно это достаточно известная, которая делает игру и считает, что взнос нужно увеличить... Ну, мы не называем имена здесь, как я понял, да? Стараемся. Стараемся называть имена, но это будет искра. Вот он до 150 гривен поднял взнос в 2010 году. Это был максимальный взнос в Украине тогда. Сейчас 150 гривен это минимальный взнос. После того, как он поднял до 150 гривен, у него была там экономика, была все предоставлено. Куча других мастерских групп, которые, по сути, являются региональными. Ну, как мы привыкли сейчас говорить, другую ролевую движение. Иногда они, правда, появляются вот в списках Вараксона. И это если будет какая-то группа, которая возьмет сделать взнос еще выше, по какой-то причине, все остальные тоже поднимут этот взнос, чтобы быть такими. А по поводу качества игр и экономики, и денег, которые мы платим за взносы, я скажу так, что ничего не умеется. Качество, как было, такое и осталось. Просто раз взносы, и все. Иногда вводятся дополнительные бонусы. В виде аркуля или воды. Я немного дополнил, но проручавшему это, конкретизирую. Ролевые игры, ролевое движение, это явление субкультурное. Это деятельность, не тем она и хороша, это деятельность энтузиастов, людей, у которых достаточно свободного времени, если повезется, средств, чтобы развивать исключительно то, что им нравится. В этом вся прелесть, истоки, и так она и продолжается. Делать качественно, без энтузиазма, ролевую игру практически невозможно. Я знаю очень хороших ребят, мастеров, которые давно мечтают заработать денег на ролевой игре. Они очень стараются, но как только они начинают, они любят качество, как только они начинают работать качественно, тратят на это месяцы работы, недели, сильно напряженные работы, недели летают из жизни напрочь сутками, а потом они в лучшем случае выцарапывают себе 200 гривен на пиццу и такси домой. Это не коммерческое, это не станет коммерческой. Энтузиазм. Понятно. Давайте вернемся на несколько лет назад. Те, кто были на Чугунке 6-7 года, помнят всю эту ситуацию, весь этот вист, все эти крики. В итоге что родился? Родился Юкон и родился новый Чугункон. Количество потраченных денег на мероприятия Чугунка 7-го и Юкона 8-го отличались разительно, в разы. Я не помню, сколько там. Еще раз. Деньги потраченные на Чугунок, на необходимые все взносы, какие-то там проживания, и на Чугунок 7-й и на Юкон 8-й отличались кардинально, потому что Чугунок это был взнос 5 гривен или 7-15. Япон 8-й, не помню, на то есть это несколько раз. В итоге мы получили совершенно новый продукт. Народ бухтел, народ кричал, но как кем-то было замечено, на том же Чугунке люди, которые кричали, что им ехать туда дорого, или мы будем спать в спортзале за 5 гривен, все нормально, народ пропивал там такое количество средних, которое хватило бы на многозвездочную гостиную. Поэтому, ну реально, не нужно говорить о том, что вот там ролевое движение, это какая-то там совершенно такие белые пушистые, да, вокруг нас такой плохой и поганый мир. Мы являемся частью и среднего общества. И поэтому всегда будут эти тенденции, то есть люди хотят большего. За это они готовы платить. То есть люди поехали на Юкон, правильно? Запомнили тезис, мы сейчас к нему перейдем, сейчас он критер. Минимал, да. Но при этом, допустим, я приезжаю сегодня с утра с поезда, на регистрации никого нет. То есть я задаю себе вопрос. То есть соответствуют ли затраты, скажем, на мастер-группу, на оргкомитет, соответствуют ли они этой сумме, что, ну, как бы человек должен, ну, это такое вот. Хорошо, хоть экрана нет, а то он бы еще экрана-группу. Говори, но я просто не понимаю, почему ты... Нет, нет, это к тому, это к тому, друзья, к тому, что если, например, мастер заявляет некую цену, да, то есть он должен быть ответственен за все параметры выполнения ну, всех позиций того, что он заявил. Значит, есть большое, вот по моим личным наблюдениям, большое количество людей в ролевом движении, которые готовы за говна взнос ездить на говно-игру. То есть они знают, что они там споют свою любимую песню, там потискают девочку и все, как бы они получат свой кафе. Есть люди, которые за средний взнос готовы ездить на среднюю игру. Средний взнос сейчас 150-200 гривен. Вот там, где мастера примерно обещают вот некий уровень, что они подвезут воду, что они подвезут там, там, строяки и так далее, и так далее. Есть люди, их тоже немало, которые готовы платить 500. Не готовы платить 500, тысячу, да. Но, чтобы это было уже да, чтобы меня взяли, привезли, одели, дали мне палку, я пошел драться. Вот меня посадили там на трон, и я себя почувствовал королем. И да, и вот здесь вот происходит столкновение в середине. То есть, например, начинается игра, и тут, значит, нижние уже, ну, не хотят, верхние еще не могут. Вот как начинается это личное столкновение. Почему такое взнос? А вот там, вот там 50, например. 50 прекрасно. Например, если делать игру на миллион человек, можно было бы сделать взнос одногривы. Мы бы имели миллион гривен, и спокойно бы там это самое. Например, если игра, скажем, такого направления, как, ну, скажем, ну, назовем мою, элитарная, мой проект майский. То есть, это не для всех, явно не для всех. Вот. Я понимаю, что я не соберу 500 человек или 700 человек, которые бы могли бы сдать по 50 гривен, я бы был в маринаде. То есть, я вынужден уже поднять какую-то планку, так, где уже народ где-то там, а ему еще надо пошиться, а ему еще надо новое оружие приобрести, а ему еще надо построить корабли. Вот. Поэтому резюме мое лично такое. То есть, если поднимается планка, значит, да, предпоследнее резюме. То есть, сейчас дорожает все. Это все вы знаете. Начиная вот от коммунальных услуг. Да. Ну, да. На 10 рублей больше зарплату делать, но при этом очень поднимает коммунальные услуги, поднимает там то и все. То есть, поднимается все. И для того, чтобы там в некоторые кабинеты сейчас зайти, то есть, соответственно, откаты, там, закаты, подарки, то есть, это все. Если у кого-то есть свой полигон прикормленный, например, или хорошие друзья, например, на Чиаре, да, то есть, для Франциска я не думаю, что там была большая проблема организовать хорошую игру. Когда я туда сунулся, это стало в разы. Понимаете, что мне как бы это просто взять и все взносы отдать за полигон. Вот. Короче, последнее, что я хочу сказать, что если мастер-группа, если она считает себя там честной и правильной, профессиональной, если она заявляет, что мы за вот эти вот деньги делаем то-то, то-то и то-то и выполняет, к ней никаких претензий нету и по величине взноса точно. А вот если взнос большой, а обещания не выполнены, вот тогда руби чапали. Плюс один. Плюс один. По нарушку. Да, это действительно и да, нарушка. Потому что если делать это все действительно коммерчески, то, поверьте, это очень-очень быстро становится скучно, потому что оказывается, что есть налоговый кодекс. Оказывается, что есть административный кодекс. Эти слова уже звучали. Я готов ответить на этот вопрос, нивелируя все понятия. Поэтому ответ даст игра в понарошку. Игра в то, что ты дашь мне 200 гривен, а я, может быть, привезу тебе воду. Я хочу привести ответ на пример. Недалее, как в этом сезоне, произошла игра, которая в определенных кругах расслабилась своими взносами. Она не оправдала ожиданий многих игроков, которые на ней присутствовали. Однако, называйте. Я не могу сказать. Однако, мая эндомость от игроков не последовала практически никаких претензий, а те, которые последовали, были быстро замяты. И никто ничего не сказал. При текущем состоянии, когда мы занимаемся, мы не можем нести ответственность за свою деятельность. Потому что родители из своей природной скромности будут замалчивать недостатки игры. Они будут прощать. Я смотрю, кто. Леша. Никто не прощен, ничего не забыл. Уважаемые коллеги. Вот мы, кажется, все увидим, что тема распадается на две линии. С одной стороны, конечно, есть и давно уже, с 60-х годов, я не открою Америку, в Советском Союзе, из 90-х годов и в России, я думаю, в Украине, проводятся коммерческие деятельности верливые игры. Для Росатома, для других крупных структур. Это у нас то, что я знаю. Ну, у нас такое максимум называется корпоративом. И на них есть заказчик. У заказчика есть определенные критерии качества игры. У него есть некая представление о том, что он хотел его получить в итоге. Это раз. Второе. Мастерские группы, которые, естественно, не соответствуют ее продукт этим качествам. Есть специальная, очень хитрая квалификация парить заказчику результат, как именно то, что он хотел получить. И вы поняли. Это одна линия. И вот там есть заказчик и мастерские группы, которые делают. Вторая линия совершенно другая. Извините. Это то, что мы делаем вместе. И игроки, и мастерская группа. И когда приезжает команда, ее капитан подходит к мастеру и говорит, а я привез вам 50 взносов, это означает, что это не рылая игра никакая. Потому что ни мастер не понимает, что будет качественной игрой в данном случае, ни заказчик. Но они пытаются, как совершенно верно сказали, поиграть. В эти отношения поиграться. В результате мы видим отвратительную ситуацию. Отвратительную. Это вместо того, чтобы быть сотворцами игры. Это вот у нас-то очень резко в России сейчас стоит эта проблема. Мы превращаемся в фестиваль, где каждая команда выезжает повыгуливаться. А игры-то нет. Игра это сотворчество обязательно просто по определению. Естественно, не может быть понятия профессиональный игрок. Это то же самое, как, извините, профессиональный гений. Может быть профессиональный гений. Или профессиональный влюбленный. Прошу прощения, а профессиональный актер, это уже детальник отец? Профессионального актера? Актеру тоже не словно. Нет. Секунду, бывает актер, который получает зарплату за то, что работает в театре. И бывает актер, который остается в веках. Это разные вещи. Актер и актер, это разные вещи. Я настаиваю. Я настаиваю на это. Мне совершенно не обязательно. В любом случае творческий процесс. В любом случае это творчество. Творчество профессии не получается сделать. У нас был союз писателей, есть союз писателей. Кто-то входит, мы знаем, знаем. Такое. Это отдельная история. И вот заканчивая эту мысль, я все-таки постараюсь с ней собострить. Разговор о коммерциализации любых игр говорит лишь о том, что мы наконец повзрослели и начали сдавать взрослые. Я хочу, чтобы они участвовали. Я хочу, чтобы милиция официально была на полигоне. Чтобы врачи были официально. И даже по делам человека был на полигоне официально. Не приезжал деньги сбить, а был официально. Это раз. И два. Игрок не может быть профессиональным по словарным причинам. Профессионал человек, который получает деньги за свою работу. Если игроку будут платить, он будет профессиональным. И это тоже вполне возможно. Вполне возможно, что будет таких. Вполне возможно. Который матрец. Чувак, приедь на мою игру. Вот тебе 500 гривен. Потому что когда ты играешь, люди собираются. И тогда он будет профессиональным. Вернемся. Немножко об энтузиастах молодой человек говорил. Фигня этот энтузиаст закончится в 90-х. В то время, когда люди начали зарабатывать деньги на ролевых играх. И все, что этому сопутствует. Ковать доспехи, делать из кожи, шить костюмы. Закончится энтузиазм. Теперь это превращается в небольшой институт. Пока что. Социальный. То есть это субкультура. Но которая перерастает на что-то большее. Если посмотреть на Россию, ты прекрасно это увидишь. Там реально уже коммерциализация. Вот таким вот полным паровозом. Да, там то, чего нам еще возможно предстоит. И у нас это все тоже придет. Но энтузиазм, забудение. Он уже давно исчерпал себя. Как понятия ролевых играх. Не, может есть какие-то. Ну лично я их называю хипонами, короче. Дивными людьми в другом ДРД. Мы заходим уже на второй дом. Но коммерциализация как бы есть, будет. Она будет присутствовать. Ты сам себе пока не сделаешь доспехи. Значит ты за них кому-то заплатишь. Это уже деньги. Это уже ты тратишь какие-то деньги. Другому человеку платишь за то, что он тебе это сделает. Правильно? Точно так же в делании игр. Когда тебе чувак предустоит продукт, пожалуйста, покупай него. Значит, смотри, смотри, что мы сейчас не ходили кругами. У меня готов следующий за этом вопрос на самом деле. Если вот по этой теме сейчас крайне важное, что-то коротко уплатить, прокомментировать данные. Я уже сказал, что нужно вернуться к разделению доспехов и игр. Как сейчас было правильно сказано. Все-таки заплатить кому-то за доспех, не заплатить кому-то за него. Есть продукты, есть запутывающие. И мы не можем. Мы к этому сейчас еще раз пойдем. Если бы вы могли, не было бы вопросов. Мы подойдем. Платишь за батона, что, чуваку, который его сделал, ты не платишь, что ли? Тоже платишь? Да, все, услышано. Мы еще подойдем к этому вопросу. Можно? Скорее, у меня вопрос. Окей, почему ты не играл? У меня вопрос. Ты говоришь, что игры коммерциализируются, а качество не растет. Вопрос у меня, растет ли качество некоммерциализированных игр за последние годы. Нет, не растет. Ага, то есть качество не растет. Спасибо. Господа, по поводу качества игры. Сейчас Тим очень хорошо сказал, что мы, вот качественная игра, она посередине между антуражем, погружением, подготовкой, координацией мастерской группы и какой-то организацией полигона. Так вот, когда мастерская группа работает хорошо, когда внутри налажена работа, то все эти пункты выполняются. И заметная сумма взноса этому помогает, потому что мастера могут чуть улучшить антураж, нормально что-то обеспечить, и при этом, ну, им как-то чуть спокойнее, а это очень важно. Мысли понятно, окей, мы в этом году, перехожу, в этом году, на самом деле столкнулись с этим явлением раньше, в этом году она, оно было озвучено очень четко, вплоть до правды. Тут уже, к сожалению, без именов не получится. Я пока не готов говорить, это плохо или хорошо, но это было сделано. Продюсер, сделай нам игру. Эта фраза в Украине после мастерского этого года очень многим что-то говорит, потому что был опробован принцип, это зачаточный, по моему мнению, найма. Мастерская группа для реализации замысла конкретного человека. То есть, человек, который попытка выстроить взаимоотношения таким образом. Человек сгенерировал идею, задумал ее, собирает, естественно, взносы с игроков какие-то, и в частности, которые формируют бюджет. И в частности, бюджет закладывает конкретную оплату наемных рабочих, мастеров, которые реализуют то, что он хочет. А он, скорее всего, ну, как минимум, как это утверждается, хочет то, что хотят игроки. В СНГ там была очень большая сборная солянка. Она может быть не до конца эффективной. Я не буду анализировать то, что было там на полигоне, не на полигоне. Я знаю, что возникало очень много вопросов. Касательно подготовки, касательно того, что на форуме банальным игрокам не было кому отвечать на вопросы, не было понятно, кто принимает решения и прочее, прочее, прочее. То есть, мое личное мнение, что этот эксперимент немножко провалился. У меня было мастерство. То есть, я хочу понять, почему он провалился. С одной стороны, есть в Украине люди, мастера, которые абсолютно открыто, не стесняясь этого, опять же, не берусь говорить хорошо или плохо, но это так, говорят, что мои услуги как мастера стоят денег. Я готов прийти в вашу мастерскую группу, сделать... Я профильный мастер, это, как правило, профильная мастера. Сделать то, что я умею. Все знают, что я умею, потому что сделать уже не один год. А я запрещу каких-то денег. Вот. С другой стороны, таких людей мало, и они разные. Это наем персонала отовсюду. Я попробовал, и в этом году, и раньше, пробовал работать с другими непривычными мне мастерскими группами. Это настолько тяжело, лично для меня, и мне кажется, что для большинства. То есть, в моем понимании, это первейшая причина того, что с проектом были... И специально под вот этот новый подход начали разрабатываться новые системы. В частности, реальная экономика, о которой речь пойдет дальше. А, это тебе живой... Да, конечно. Это такой пример, что... Реальная экономика разрабатывалась под эту... Несомненно. Это две взаимосказанные вещи. Она невозможна без больших кнопок. Следующий вопрос. Это мы перейдем к ней. Я попросил пример. Я главный пример. Мы к ней еще перейдем. Подожди. А можно? Насчет наемных мастеров. Ну, если брать тот же неудавшийся пример майских, то у наемных мастеров чуть-чуть просто не хватает полномочий решать проблему. Ребята, мы приезжаем на полигон. Ребята, где вода? Вениган, где вода? Я бы вам ее организовал. Давай, пожалуйста. Мы бы вам ее организовали, но у нас нет полномочий это сделать. У нас нет денег. Сейчас, сейчас, молоковоз. То есть, ты считаешь, что БАК не в принципе, а не в принципе, а в организации? А у тех людей, которые... Я задал вопрос. Ты считаешь, что БАК не в принципе, а в организации? Решить именно эти проблемы. Сейчас, я вам хочу. Работа, которая... Ну, работа мастера, которая мусультикирует, тыкачь, именно, работа, это очень мелко. Это веселые ночи, это готовность, там, ответить на любое сообщение на форуме. Это очень большая творческая, интеллектуальная работа, которая, если ее оплачивать, вот это на 100 долларов, вот это будет деньги, которые не падают на кифру игровых смостров. Человек говорит, ха, я получаю за эту игру там 100 долларов. Вот вам на 100 долларов я отработал. Тут еще, можно, вот этот момент я хотела бы просто сказать, пожалуйста. Хорошо, давай, мастер. Понимаешь, что у человека можно дать два мастера. Два мастера к действию. В одном случае, это его творческий порыв. В втором случае, это правильно оплачиваемый его порыв. Понимаешь? Мастер, в принципе, в каком-то смысле, он творческий профессионал. Его должно оплачивать. Тут знаешь, в чем речь, насколько я понял, Масса Сиева, что если начало включаться слово, что твоя работа будет оплачена, как мастера, он начинает уже считать, насколько его работа адекватно оплачивать. Если человек на своем месте, он делает что-либо безупречно, понимаешь? То есть нормально ему давать за это деньги. Это нормально. Это поощрение человека, это мотив. Если мотива два, человек будет работать правильно. А не просто с одной стороны или с другой стороны. Дайте ему два мотива. Пойду, видите, что он на своем месте. А это уже проблема руководителя. Понимаешь? Уберите этого человека. Услышь, 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 услышь. Одно слово. Для этого он посредник. Руководитель. Который помогал. У меня, собственно, два, может быть, не совсем зависимых друг к другу комментарии. Комментарий первый. Это цитата от человека, который уже не один год я позиционирую как наемного мастера. Которая была выдана лично мне. В общем-то, я не думала, что сильно обидится, что я это процитировала. Стоит было следующее. Понимаешь, когда мы делаем проекты, на которых мне отплатят деньги, я не могу не брать оплату, потому что это мой уровень. Я мастер уже с таким именем, что если я просто буду работать на такого характера проекте, на маевке, на какой-то большой вот игре, ну как бы там какие взносы. Потому как мне не заплатить, это неправильно, это нарушение осталось. Но если ты будешь делать проект, я понимаю, что он будет некоммерческим, потому что у тебя и денег не возьмут. Подожди, это в первом уровне, это уже так. Момент второй. Мне кажется, что проблема конкретно маевки была не только в том, что ребята себя позиционировали чисто как наемных мастеров. Там было много ребят, которые выкладывались и не спали ночами, которые это все придумывали. Но там отсутствовала координация и нормальное распределение полномочий. И вот это вот было намного хуже, чем сам процесс наема ребят. Потому что многие в том числе работали, подожди, это важно. Многие работали, не зная, что им в итоге заплатят. Даже такое было. Только это на презентации было сказано, что будет по... Многих подключали по ходу, они не были на презентации, не заявлены. Это, кстати, правда, ну не знаю, сколько правды, но кто же это слышал, скажем так. Мне кажется, что очевидно, что ролевое движение относится к коммерции с подозрением. К самому вот этому явлению того, как оно постепенно внедряется в увлечение ролевиков. Но при этом рядом с нами существует индустрия видеоигр, индустрия настольных игр, которые дают подобные развлечения статично и с очень продуманным менеджером. И поэтому ролевики, думая, что дело действительно где-то в структуре, где-то в идее, они ошибаются. Дело как раз в самой организации действительно. Если будет менеджер, можно... В поводу перегруженности мастеров, как они не спят ночами, ничего подобного. Я в одно лицо сделал выиграть. Я спал ночами нормально, у меня была куча времени. Я нормально все сделал. Основное количество людей, мастеров, работают в чистое Наполеоне. Только Наполеоне. 75%... Не абстрагируй, пожалуйста. Я... Юпон сделал мне один на 40 человек последние 3 недели лично, и я не спал ночами. Поэтому давайте... Разно способности и правильного распределения ресурсов. Менеджер на готовность. Не обязательно. Есть разные игры, разные форматы, разные объемы. Я бы не знаю. У нас в игральной проекте есть довольно широко распространенный проект, франшиза от История. Они делают камералки для свиллов, грубо говоря. Это играли, которые набираются десятых человек, готовых к выложению камералку в 100 гривен, допустим, по нашим примерно ценам. Им арендуются в качественное помещение, им дают какой-то примитивный антураж, раздаются в любые распечатанные листочки с начинкой. И они проводят вечер, ну, как палатин, да, и там, основные доверия, которые их развлекают. Мы, в основном, используем, потому что проект, ну, довольно активно, уже есть в кадре. Мне предлагали я отдадать, потому что мне это неинтересно, потому что там очень определенные стандарты, чтобы это покупали. Можно я добавлю, Историй Костякович? Что? Можно я добавлю? Просто я был неделю назад на игре в истории. Я специально туда пошел. Я тогда через неделю собирался. Я посмотрите, пожалуйста. Я обиду в основной. Блин, ребята, по-настоящему, это очень качественная игра. Она обкапана, она тестирована, она сделана качественно. Независимо, с качественной листочкой, это поддержка, со всеми материалами. Ролевым играм до такого уровня, нет, ну, есть уровни, ну, хорошего уровня, но много. Давай, давай, не будем обсуждать культуры. Ну, дошли, конечно, к сожалению. Дошли? Барнар, ты что за путь? Я попробую. Ребят, сейчас я попробую подытожить, а, возможно, потом по этому итогу буду сказать. Вот, да. По поводу продюсеров. А, да, да, да. Друзья, на самом деле, по моему мнению, у понятия ролевых продюсеров в РД Украины есть конкретное имя. Это Барамин. Я очень уважаю Остапа Гогимовича, я старика просто-таки люблю, но просто это такой вот неудачный пример плохого менеджмента. Здесь, как раз, я вижу две крайницы. Когда человек получает деньги, конкретную оплату, не повышение его комфорта, я разделяю. Повышение комфорта – это накормить мастера. Ну, когда главмастер закладывает в бюджет игры, кармашку всех мастеров. Вот. Это не оплата. Это условия работы какой-то. Условия вообще нахождения здесь не потому, что так вот, иначе он работать не будет, а потому, что, ну, такое человеколюбие и вообще. Надо было записывать. А на самом деле, по-моему, ролевое движение чуть не последняя вещь, серьезно, чуть не последняя вещь, которая была вообще вне коммерции. Из всех хобби, которым занимаются люди. Из всех. Например, давайте возьмем писателей. Неужели лучше кому-то было, когда были КЛФы и талантливыми писали один, даже не роман, одну повесть раз в три года. А потом, давайте скажем, ну, Кьяненко, почему ты пишешь за деньги, собака? Вернись своим истоком, давай бесплатно. Давайте помним это, скажем. Почему-то не вернем, нет, они плохие писатели, они продали за деньги. Они пишут и пишут. Но они, вот я говорю к тому моменту, деньги позволяют им писать больше. Почему? Потому что, меня надо думать. Мне вот это язык, на своей основной работе, где ты денег зарабатываешь, ты не любишь, что ли? Мне складывается мнение, что вы не любите свою работу основную. Потому что, что вот, как-то вот, денег надо делать плохо, мало денег надо делать. Нет, ты любишь работу, ты делаешь хорошо, хорошо. Но деньги позволяют тебе делать ее больше, делать ее чаще, делать ее лучше. Например, возьмем выставки зарубежные. Я не знаю продажи, но зарубежные выставки, музыкальные, почти все зарубежные музыкальные выставки выросли из энтузиазма. Люди соберут 40-50 выставляющих, еле оплатят, как ЮКОН, еле оплатят помещение, но всем хорошо какое-то время. Но потом жутся больше, больше и больше. И люди считают, что это деньги, и выставки, что-то лучше. Всегда они становятся лучше. Вот и все. И вы сейчас говорите про смешные суммы. Вот игры стоят в среднем, опять, я одно не играл, я специально узнал. 200-250 гривен, да, мне сказали, в среднем сейчас стоит игра. Вот 350-ка коммерческая игра. Фиг вам это не коммерческая игра. Полторы тысячи гривен это коммерческая игра. Которые я сейчас вспомнил, в которых мастер, в которых человек может собрать 500 человек, ничего не заработает. Две. Это были выигры и митинги. Это тоже мысли, скорее. Мысли, тезис, раздревна, в общем-то, вообще вот этой коммерциализации, оплаты, мастеров, продюсерства. Одна из проблем, с моей точки зрения, следующая. Когда ты в реальной жизни, вот как писатели, говорили, продавшиеся, писатели, написавшие неудачно, получают по карману. У него не продается книга, он попадает на угло, так или иначе. Ну, попадает или не попадает, маленький профит имеет всего лишь на красную игру, не на счету. Это не совсем, смотря какой договор, и обычно договор, мы говорим образно, все-таки без крыльей. Ну, а вот, собственно, мастера, даже оплачиваем, не оплачиваем, нету обратной связи. Мастер, которого наняли, сделал херовую игру, ничего не помешает, вы не сделаете. Что же самое? Именно так, именно так, это произошло. Что же самое? Что же самое задание тем же рублем, который мастер берет. У писателя есть контакт на книгу, он не получает, где-то право. Пожалуйста, давайте еще один раз брак на книгу. Немножко ускоряться, у нас регламент уже идет, у нас поджимает время, поэтому стараемся мысли формулировать. Давайте, мы откроемся, Александр. Что-то, да, белоконечно, мы сейчас пойдем дальше. Следующая вещь, которая всегда это делает, и в пару столбов. Пару моментов, потому что говорим ты, и по поводу того, что, все-таки, мне кажется, очень важно определять профессиональную деятельность в творчестве, потому что, да, работа профессионала должна хорошо оплачиваться, но творчество не должно ориентироваться на коммерцию. Потому что коммерция является, во-первых, это внешняя мотивация, которая рубит творчество на казино, во-вторых, это легеном тех, кто не сильно продуваливается. Всевозможные тезисы из тех, о которых мы сейчас говорим. В том числе, я впервые услышал, по-моему, термин родился чуть раньше именно в этом контексте, но все равно, он продолжал о другом ролевом движении, ну а также всем известный Игорь 172+. К чему я это? Я объясню, я объясню, да. То есть, в этом году, летом было несколько игр, ну, можем там, конечно, стромничать, но, в принципе, есть достаточно известный хостерок. Люд, Франциск, я, мы все рассчитывали на какие-то цифры, у всех они, Франциск, про тебя не помню, по-моему, у тебя один в один, ну, значит, ты лучше рассчитал. Я, ну, здесь не по деньгам вопрос, мы все получили недозаезд, этот сезон, он такой, серьезный по недозаезду. Параллельно с этим была сделана игра, честно, вообще ничего не хочу сказать в сторону ребят, просто я их не знаю. И я слышал ряд зрений, что их никто не знает. Была сделана игра по абсолютно простой теме, это мы там пытались там... Виталию 15-го, Украину 17-го века, там, и так далее. Они пошли бы по Ведьмаку, и давай сделайте игру по Ведьмаку, все хорошо. Вот, у них был передоезд. При том, что, думаем, достаточно простые правила, никаких там новшеств, ничего особого у них. Как это, новшества были? Ну, только не в игре, а в мире, столько новшеств, и по чему, и по чему, и по-моему, и там, и по-моему. Штука на игре потом, потом произошла цифра 172 человека, поэтому... Почему я это увязал? Я потом зашел в группу ВКонтакте, там больше людей, чем 172 человек в ухожении. Я увидел... Я посмотрел по фоточкам, по людям, по лицам, я многих знаю. Я насчитал 9 знакомых людей. Хотя я уже последние несколько лет вижу, и каких-то половину лиц знаю на их их, как правило. Двое. В том-то и дело. И пошел текст про другое ролевое движение. Которое где-то там. Я не верю. Немаги. Есть такое понятие в России. Мы в России. Я читал как раз статью, игра Говно называется, сайт такой. Сделан по типу Википедии, и там вот есть такое понятие, как другое ролевое движение. Другие ролевые игры. Знаете, такое дозор, нет? Нет? Конечно. Дочная игра занимает ночь. Ночь занимает. На фашистах все ищут всякие коды. Не важно. Да и есть они разные. А вот оно, есть и квест. Оно распространилось буквально примерно за год. По всей территории, наверное, бывшего союза. Оно везде. Не знаю, сколько я сейчас тоже в Лабане занимался, когда дядя делал Зонекс. Мы брали 250 гривен с команды, если я брал. Я тебя сразу остановлю. Мы сейчас не говорим о том, как, куда могут изменяться деньги, чтобы стать нормальным. Мы говорим о том, как сделать так, чтобы игры остались привычными нам. И при этом, ну потому что квест, это квест. Он от игры, отличается. Привожу, это как пример того, как люди за один год собрали кучу народа. Кучу. Кучу ли они играют? Но не про это не знаю. Раз, да не деньги играете. Собираются деньги. День Петровский был пример. Они вот деньги сдавали. Там у них играл команд 10. То есть неплохо получал кто-то их учет. Я, например, участвовал в фестах, элементы, например, на пути, типа по теме, знаешь, там, вот в метро 2.3. Я оплатил за это 150 гривен в день. День Петровский был человек. Не понравилось, не понравилось, его выгнали. Какое-то время, не понравилось, нового человека, около 3-4 месяцев, они устраивали сами команды для себя. Бесплатно, но потом они все выдохлись. Да и другого человека, который был лучше. И все хорошо у них идет. Давайте не будем говорить о турнирах, о фестивалях, о квестах. Это другое. Нет. Мы можем поговорить о квестах отдельно. Почему мы будем говорить о виде, если понимают. То же самое. Люди те же. Люди те же. Да. Дядя другие. А, вот. Мы много начали говорить о качестве или качестве за деньги. В любых играх люди приходят, приходили всегда не за качеством. И рвались с них не за качеством, а за кайпом. Вот, вот, наш кайф, вот, чем на нашей деятельности. А в зоны за них зачем приходят? Зачем они приходят в дозор? Потому что у них деньги есть или они за кайфом приходят? А зачем они в дозор? Вот, поэтому он сам. Да, он отлично. Да. Можно косячок забить, а можно в театре смотреть. А чем косячок забивают, тоже деньги не дают, между прочим. Только ролевые не дают. Только это не ролевые игры. Барнат, давайте добавим на видео, который он развивался. А? Ребят? Ребят, 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 к сожалению, смотри, на самом деле у нас там не Мурлок, он сигнализирует уже регламент. Это очень печально, потому что я не мне все рассказал, о чем хотел. У нас в этом году выскочили очень серьезные тенденции той же самой реальной экономики, на которую смотрели под разными онлами. В том числе, как я уже говорил, когда приводил пример, что она выросла с вот этого вот попытки монетизировать ролевую игру, в принципе. И они подводятся в обоснование, я сам этим занимался. Но на самом деле это дополнительный инструмент. Скажу как мастер, который это делал, были абсолютно меркантильные какие-то мнения. То есть эта экономика позволяет добалансировать игру финансово. Потому что это резерв денег туда влитый, который можно каким-то образом куда-то как-то двигать, в режиме, когда у тебя все нестабильно, когда ты обмотки, так сказать, убирайся в полигон, и надо будет денег отдавать на ту роль, где сразу не было заложено, ну и так далее. Как у нас в принципе ролевые игры. Мастеру такой резерв просто необходим. Это одна из основных причин, почему вообще ролевая экономика получает вкуса целянская, по-моему. А уже потом просто она как кигротехнический механизм. Потому что можно, ну, от чиповой она отличается вот как раз этим. Тут и проблематика действительно, Сраничка, привет, которую, я сейчас формулирую. А, ты меня рекламируешь? Да, да, да. Спасибо. Вип-хода найду. Нет, ну почему. Я вообще про это сейчас. На самом деле о самом вип-обслуживании на ЭВЕ говорить не готов. Я не знаю, что это плохо. Я этого не считаю. Я просто хочу, ну, опять же, приведу пример. Вип-обслуживание не на ЭВЕ, но в уголоролевом движении. Я точно знаю, что на одном конвенте, ты сам знаешь каком, была вип-служба специальная, которая обслуживала в власти. И есть. И есть. Вот и все. Вот тебе пример. Вип-обслуживание и будет есть. И будет есть. И не на осуне. Ну, нет, хуя ли они разные. То же самое. Ну, вообще, вип-обслуживание не играет. Это одни же ему. Чем не привезли на полига. Здесь и мы привезли. Я... Только с четвертым. Не надо. Почему я не привезли? Да. Я... 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 Это... По большому счету одинаковые игры. За одним исключением, что это конвент, на котором нет игрового поля. А то игра на втором угловой поле. Хорошо, нет. Еще момент. Это что-то, что вы видите, скорее всего, клиенты и не платят. Вот, если мы выбираем участие карты в игровом поле, то... Чего и ее и нет. Вообще, на самом деле, я про этот процесс ничего не знаю. Но он растает из всей этой темы. Я прав? Ну, на самом деле. Из размышлений о том, куда должно двигаться левое движение в плане обоснованной сиденья. Во всяком случае, мы обмазгуем. Я, на самом деле, на самом деле... Чего нельзя говорить о дифференциации взносов? Ну, человек, который... Дифференциация взносов тот же взнос, который выравновал в жизни. Уже есть, и это абсолютно нормально. То есть, в прошлом году на Чикаго, Че, то есть, мы жили в двухместном, отапливаемом в номере с душем, со всеми делами. Кто-то уехался в домике. Почему нет? То есть, это на качество игры никак не влияет. То есть, это... Ну, еще желание комфорта, это нормально. Это же тоже не полигон. А по поводу... Я не могу платить на полигон, если мне важно. Если честно, вот я приеду, у меня будет... Ну, я, например, как золотая шпора, например, да? Я не приезжаю, у меня есть крепость, у меня есть вода, у меня есть кабак, и я могу зарабатывать деньги, кому-то... Моя команда может пойти, и вот у тех пацанов отобрать плат, забрать 40 грен и пойти их пропить в кабаке. У моих ребят есть мотив потихной воды. Как минимум. Минимальный. Уже есть... А вот тот ли это мотив? Вот в этом вопрос. Мы не будем сейчас отвечать на этот вопрос. Главное, что вам звучит. Примерно, примерно. Понимаешь, вот так можно делать. Это нормально. Я поеду и закручу деньги, потому что 100 гривен из моих денег уйдет на то, чтобы они обеспечили это, и 100 гривен уйдет на то, чтобы у меня были деньги экономики. Это классно. Это не такие деньги. Извините, ну вот кто-то там... Петр Весел, сила тут еще что-то, 150 гривен бутылка. Вы смеетесь? Ну серьезно? Да мы пробиваем больше за Витя. Стоп, что... Стоп, что... Стоп. 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 Продолжение следует...